В научно-производственном объединении НПО имени Лавочкина состоялась встреча членов профсоюза с лидером движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаилом Раевым и представителями администрации. «Кадры — самое ценное, чем располагает любое научно-техническое предприятие», — считает Михаил Раев. Поэтому важно создать комфортные условия для сотрудников, чтобы они захотели остаться жить и работать именно в «Химках». Члены профсоюза попросили Михаила Раева посодействовать в решении некоторых вопросов. Помимо того, что профессиональная организация НПО имени Лавочкина заботится о своих сотрудниках, о молодых ученых и вообще просто о сотрудниках предприятия, также и город должен заботиться о молодых специалистах, которые приезжают в город работать, обеспечить комфортное проживание в городе. Беседа прошла в дружественной атмосфере за чашкой чая. Сотрудники предприятия обсудили ряд насущных вопросов, решение которых позволило бы комфортнее организовать рабочие условия для всех работников компании. Большая часть предложений касалась вопросов транспортной доступности и благоустройства дорог. Учитывая внимание лидера движения общественной поддержки к вопросам и просьбам горожан, сотрудники НПО имени Лавочкина обратились к Михаилу Раеву с просьбой ускорить решение вопроса, касающегося более двух тысяч сотрудников предприятия, которые ежедневно пользуются пешеходным переходом на улице Союзной. После проведения ремонта дорожного полотна на проезжей части не была восстановлена горизонтальная разметка «Зебра» в местах пересечения улиц Союзной с Ленинградской и Пролетарской. Несмотря на наличие дорожных знаков, предупреждающих о пешеходном переходе, водители не пропускают пешеходов к месту работы. В последнее время такие случаи участились, и работники НПО имени Лавочкина обратились к Михаилу Раеву для решения важного вопроса, связанного с безопасностью жизни сотрудников предприятия и жителей микрорайона. Один из основных вопросов на встрече был организации пешеходного перехода напротив проходной номер 1 и 2 и 3. Асфальтное покрытие положили новое, но знаки стоят, но не нанесли зебру. Поэтому по данному вопросу присутствовал представитель администрации. Также сотрудникам рассказали об изменениях, которые планируются в городе в ближайшее время, таких как ремонт бассейна Родина в следующем году и благоустройство дворовой территории на Юбилейном проспекте. Редактор субтитров А.Семкин